Всем добрый день! У нас в студии сегодня Марина Голубева. Марина является официальным представителем конкурса на Дальнем Востоке «Российская красавица». И очень приятно, что Марина даёт возможность нашим девушкам дальше принимать участие в аналогичном московском конкурсе. Марина, привет! Добрый день! Расскажи, пожалуйста, про конкурс, про его историю, сколько он существует, чтобы девушкам было понятно. Конкурс существует уже более шести лет. Я являюсь его представителем пять лет. Сначала я была представителем в Приморском крае, сейчас уже на Дальнем Востоке являюсь этим представителем. У нас есть лицензия на проведение этого конкурса. Мы проводим его в Владивостоке. 4 апреля в этом году состоится уже пятый конкурс. Сколько девушек имеет право одновременно принимать участие в нем? Ну, здесь 15 участниц. В Москве, конечно же, больше, потому что они приезжают с разных городов, и там, конечно, больше количества участниц. Конкурсов красоты огромное количество. Расскажи, чем этот отличается от других? Ну, это московский конкурс, который зарекомендовал себя не просто, да, там, вот победительница, она тебе корона, и про нее забыли. Нет, здесь занимаются продвижением девочек. То есть после того, как наша победительница, да, становится красавицей в Приморском крае, она дальше летит в Москву. Если она занимает в Москве первое место, то, как у нас было в 2017 году, одна из девочек, которая принимала участие, которая была также ученицей моей модельной школы, она заняла первое место по России в Москве, и потом поехала на конкурс Мисс СНГ, где заняла второе место. Далее предлагают им продвижение. Они могут также работать на телевидении, сниматься в каких-то рекламах, либо работать в школах модельных, да, преподавать. Каждый выбирает, там, в клипах они снимаются, то есть занимаются их продвижением. А девушка? Помимо подарков. Девушка была суссурийска? Да, она была суссурийской. Девочки, как видите, все возможно. Девушка суссурийска практически стала победительницей, да, во всех этапах, и сейчас, я так думаю, она явно живет не в уссурийске. Ну да, и по, ну как бы по России первое место это было, да, это прям было довольно-таки... Здорово. Что нужно для того, чтобы попасть на кастинг вот обычным девушкам? Нужно желание, стремление. Там не смотрят так, что все, там красивая внешность только, и, конечно же, смотрят на то, насколько она там образована, сколько у нее есть желания, да, для чего она идет на конкурс. Мы всегда спрашиваем, для чего ты идешь на конкурс. Если просто там покрасоваться, получить корону, мы таких не берем, нам это неинтересно. То есть мы всегда хотим, чтобы девочка имела четкие цели, да, для чего она это идет. Доказать кому-то что-то, да, там, ну, окей, такая цель тоже может быть. Либо там, потому что она хочет потом в дальнейшем получить какую-то работу, либо открыть там свою школу модельную, допустим, да, и либо преподавать в какой-то уже существующей школе, либо хочет сниматься в кино, в клипах. То есть у них есть возможность для этого, потому что в Москве в жюри сидят те люди, которые, да, являются представителями в разных там компаниях, там, в организациях, допустим, также в детские есть конкурсы, есть взрослые, мы сейчас про взрослые, да, допустим, говорим, там может сидеть кто-то из клипа, допустим, какого-нибудь, и позвать ее потом участвовать. Ну, то есть... То есть режиссеры, продюсеры, они вот так прямо сразу же. Да, вот они прям рядышком. Понятно, они выбирают себе протеже, можно так сказать. Ну, очень заманчиво. В чем суть конкурса? Вот девушка пришла, допустим, я хочу участвовать в конкурсе, я тебе объяснила, для чего мне это нужно, да, свою высокую глобальную цель. Что дальше? Я должна заплатить какие-то деньги? У вас будет несколько этапов, да. Будет первый этап, это, естественно, визитка, то есть, скорее всего, это будет видео-визитка, потому что девочки должны рассказать в короткое время, то есть если мы дадим ей микрофон, и она будет рассказывать, это все очень долго будет по времени, поэтому это будет видео-визитка, она расскажет о себе, чем она занимается, какие у нее увлечения, где учится и прочее. Видео-визитка, представление себя тем самым, да, будут вопросы задаваться каверзные от жюри, также они будут показывать красивое дефиле, естественно, красоту тела своего в купальниках, да, и вечерний выход будет, и творческий номер, потому что девочка должна показать свои таланты. И кто побеждает? А это уже жюри будет определять, кто побеждает. Я понимаю, но какая она должна быть победительницей? Расскажи ее портрет. Я не могу, я же не участвую в жюри. Какой у нас честный организатор. Хорошо, Марина, скажи, пожалуйста, как ты к этому пришла? Ведь наверняка ты тоже преследуешь какую-то более глобальную цену, нежели вот просто быть представителем и организовывать эти конкурсы. Ну, у меня есть модельная школа, называется она GML Model, находится в трех городах в Приморском крае. Это Спаск, Уссурийский и Владивосток. Сначала появилась Уссурийский, сейчас в Владивостоке, и в Спаске мы открываем одновременно две школы. Ну и, конечно же, нужен выход. То есть в модельной школе, когда девочки занимаются, в модельной школе есть модельное агентство, в модельной школе они все-таки хотят больше конкурсов, им вот это все интересно. В модельном агентстве, конечно, там уже идет рост, там у них должен быть рост от 175, и там это уже совсем другая история. И также мы являемся представителями модельного агентства, которое открыла Наталью Водянову, Ирину Шейк, но они не организовывают конкурсы, но у нас есть девчонки, которые подписали контракт, да, и работают с ними уже как бы, да, за границей. Привет нам передают, все отлично. А что для тебя моделинг? Это моя вот жизнь, я дышу этим, живу этим. То есть вот я прям нахожусь в этом 24 часа. Я, ну, у меня не проходит дня, там, минуты. То есть я всегда нахожусь в этом. Со скольки лет ты в этой сфере? Как сказать, с детства, да, все там, поучаствовав в каких-то конкурсах, потом это все забылось, и потом случайно меня отправили на конкурс уже, наверное, лет 18 просто. Ну, как бы, мне нужно было поехать подменить одну девочку, которую победила, и в том году, да, и она должна была представлять город Уссуриск, и я должна была просто ее подменить. Но так получилось, что я приехала с победой первый раз, ну, с Дальнего Востока, да, кто-то там привез победу, и я победила. И вот как-то оно все закрутилось, я начала учиться. Сначала мне было интересно, то есть я начала посещать мастер-классы, ездить на Moscow Fashion Week, мне было это все очень интересно. Потом начала учиться стилистике у Васильева, у Зайцева, у Данила Грачева. Ну, как бы, и тогда, когда у меня уже начался багаж знаний по всему, да, там, по стилю, по макияжу, по дефиле, по фотопозированию, ну, и как-то оно все так закрутилось. И мне говорят, учи уже, учи, ты столько всего знаешь, и вот. Это превратилось в свою жизнь. Хорошо. Мне становится немножко понятно, и я думаю нашим зрителям тоже, кто ты и почему ты пришла в эту сферу. А теперь скажи, почему именно конкурс «Российская красавица», почему ты стала официальным представителем именно этого конкурса? Именно этого, потому что он дает продвижение, потому что это непросто. Очень много конкурсов, которые существуют просто для того, чтобы девочки приехали, им дали корону, ленту, и они уехали в свой город и опять продолжают, как бы, да, жить, ходить на работу и просто, ну, как бы все. Вот просто у меня есть корона, и на этом все заканчивается. А тут именно девчонкам дают продвижение, и это классно. Вот в 2017 году у нас победила девочка из города Уссуриск, да, Анна Гришко, она заняла первое место, получается, на Дальнем Востоке, потом мы ее отправили в Москву, она заняла там первое место в Москве, и потом поехала на конкурс «Мисс СНГ» в Армению, и заняла второе место там. Ну, то есть сейчас, естественно, она живет, работает, на ней все прекрасно. Да, мы об этом уже говорили. А почему ты остаешься в Уссуриске, если у тебя есть такая возможность? Ведь ты явно знаешь свои силы и понимаешь, что ты тоже можешь победить. Ну, если мы все уедем с нашего прекрасного Приморского края, кто же здесь будет жить, его продвигать? Прекрасно. Марина у нас является патриоткой. Очень, да. Это очень приятно. Уважаемые зрители, мы вернемся буквально через несколько минут после рекламной паузы и зададим Марине достаточно интересный и даже немного каверзный вопрос. Итак, мы возвращаемся к нашей беседе о моде, красоте и конкурсе «Российская красавица». Марин, скажи, пожалуйста, конкурс, конкурс красоты, причем такого федерального масштаба. Вот, конечно же, сразу у меня, и я больше, чем уверена, у зрителей возникает вопрос, а все ли у вас честно? Да, конечно, у нас все честно. Нет, на самом деле у нас все действительно честно. У нас на столах у жюри лежат бюллетени, на которых изображены фотографии девчонок, и они выбирают за каждый этап, они ставят оценки, потом это все подсчитывается. Девочки об этом все знают, все голоса, то есть это все открыто. Мы делали пару раз даже онлайн-трансляцию, то есть когда жюри совещалось, читало голоса, это все выводилось на экран. Единственный момент, что немножко теряется вот эта вот интрига, когда все ждут, кто же, кто же, кто же, кто же, потому что они все уже на экране посмотрели, не знают только о девчонке, которые находились за кулисами. Поэтому мы это пока убрали, вот такой момент онлайн. А вообще, да, у нас честно, ну, конечно, как бы все зарабатывают на конкурсах красоты, это открыто, все об этом знают, но зарабатывают люди не так, а за счет партнеров, за счет рекламы, рекламы, то есть за счет совсем другого. Поэтому, как бы, конечно, нет такого, что там дайте денег, вот вам первое место. Нет, а тогда бы наши девочки не побеждали уже дальше. Хорошо, я тебя понимаю и верю, но ведь есть конкурсы красоты, которые зарабатывают и на одном, и на другом, и на рекламе, и на спонсорах, и в то же время совершенно не стесняются брать деньги. Сейчас этого нет, потому что буквально года три, наверное, назад есть такие программы, да, которые там разбирали на центральном телевидении о том, что вот конкурсы, там, как это все проходит, да, там покупаются места, и все такое, а сейчас этого уже давно нет. Ну, то есть, как бы, мы идем в ногу со временем, это, наверное, осталось там где-то, да, вот когда все это покупалось, продавалось, сейчас, ну, как бы, нет, и сейчас выбирается все совсем по-другому. В Москве аналогичная ситуация? Да, конечно, потому что мы работаем, мы представители, да, московского конкурса, и, естественно, то есть, вся ситуация с бюллетенями, это все идет от них, то есть, они нам говорят, как бы, что делать, как будет проходить, и, да, у них есть даже решающие голоса, то есть, мы отправляем все фотографии, видео-визитки Москве, они тоже выбирают, то есть, у них, они также сидят в жюри, если они не имеют возможности приехать, допустим, да, в даты не укладываются, то они, как бы, онлайн тоже участвуют в голосовании. А скажи по статистике девушки с Дальнего Востока, ну, конечно же, хочется знать с Приморского края, в частности, часто в таких конкурсах занимают лидирующие позиции? Да, вот, например, все мои ученицы, которых я отправляю на конкурс, да, то есть, я, много девочек, которые хотят поехать, но, если, вот, допустим, разберем юная, да, у нас еще есть, это возрастная категория до 16 лет, то там мы всегда забираем первое, второе, третье место, то есть, ниже мы никогда не привозили, и каждые полгода они ездят у меня, я каждые полгода их готовлю, и всегда мы привозим призовые места. А до 16, а от скольки? От 4,5. То есть, вот такие малышки с Приморского края все время... Да, причем у меня первый мой конкурс был, когда я возила 3,5 года ребенка на конкурс красоты в Москву, и мы тогда тоже заняли там лидирующие места. Это здорово, очень приятно осознавать, что девушки на Дальнем Востоке красивые, и девочки, пожалуйста, не стесняйтесь, не бойтесь, не сомневайтесь в искренности и честности конкурса, идите, участвуйте, если есть такое желание. А наших очень любят там, в Москве, девчонок. Любят, потому что они приезжают не только, да, там какие-то вот мы красивые и все, то есть, они хотят, у них горят глаза, то есть, там девчонки все уже ближе к Москве, они такие немножко как бы, мы это все знаем, мы такие, а наши нет, наши прям едут, готовятся, шьют костюмы, делают творческие номера, то есть, они прям готовятся, они прям болеют этим, живут, конечно, для них это все очень серьезно. Наши девочки настоящие, да, можно так сказать, они еще не испорчены Москвой. Хорошо, Марина, скажи, а может ли обычный человек прийти и посмотреть на этот конкурс? Да. Когда это будет, где, расскажи, чтобы... Это будет 4 апреля в городе Владивосток, в караоке-клубе Грэмми, начало в 7 часов. А я вот как обычный зритель, я имею право голосовать? Или же голосуют только члены жюри? Нет, голосуют только партнеры и члены жюри. А я просто как зритель могу прийти и полюбоваться? Можно поболеть, да, можно выбрать мисс зрительских симпатий, то есть, те люди, которые просто приходят посмотреть, да, поболеть, они участвуют в голосовании мисс зрительских симпатий, могут также сделать свой выбор. И у нас часто совпадает, кстати, мисс зрительских симпатий, первое место обычно совпадает. Очень здорово. Ну, я желаю всем девушкам, которые сейчас готовятся, я желаю им удачи. А с тобой, Марина, хотелось бы немножечко еще поговорить все-таки о мире моделинга. Я тоже с этим сталкивалась по работе в связи со съемками, создавала аналогичные проекты. И я могу сказать, что это, ну, такой труд, действительно тяжелый труд работать с моделями, потому что не все девушки, так скажем, ведут себя адекватно. Не все понимают, что от них требуется. Многие считают, что, ну, вот сразу где-то там корона появляется. Ну, вот очень часто, да, после конкурса бывает такой момент, когда появляется корона. Звездную болезнь никто не отменял, все через это проходили. У меня был тоже период, когда у меня случилось это хорошо, как бы, да, ну, жизнь, она так вот немножко тебя всегда учит. И я уже готова к этому, я знаю, что это будет, и я готовлю девочек к тому, что у них случится звездная болезнь после победы. Поэтому с ними работает психолог во время подготовки конкурса и объясняет им, что будет. Ну, у нас за все время был только один случай, когда мы просто отозвали корону у девочки. Да что? И зачем? Потому что представительница, она же в течение года, да, должна показывать, их представлять свой край хорошо. Она не должна иметь вредных привычек. Она не должна в соцсетях, не должны быть какие-то фотографии, да, вот такого содержания, которое там... Провокационного. Да, это не должно быть, то есть она все-таки должна быть очень хорошей девочкой, поэтому, конечно, мы их готовим. И если такое случается уже после конкурса, да, вот когда им вот этого всего хочется, то вот можно даже разрывать контракт и забрать корону. То есть мы вправе это сделать. Вот смотри, какой темы мы интересной коснулись. Я не знала, допустим, что после победы в течение какого-то времени девушка... В течение года, пока она не передала свою корону. Да, у нас корона передаваемая, она от сети ювелирный карат, то есть золотая корона с бриллиантами, с камнями, с дорогими. Она является передаваемой из года в год. То есть девушка еще после победы в течение целого года должна подтверждать свой статус? Да. Это очень интересно, это очень похвально. И по поводу благотворительности также они занимаются этим. То есть, конечно, поэтому они должны свое лицо нести. То есть девочки, которые идут к тебе, которые вообще задумываются о том, что они хотят на конкурс красоты, они должны четко осознавать, что их жизнь может полностью поменяться. Да, однозначно. Наш конкурс не про то, что я хочу стать королевой и выйти замуж. Это не про это, это не сюда. Да, именно так я и говорила участницам своего реалити-шоу. Модельного. И ты знаешь, вот тогда, когда я его проводила, просто сейчас разговариваю с тобой, сразу воспоминания. Всего несколько человек, вот я набирала 10 участников, и из них только трое смогли действительно воспользоваться возможностью, которую предоставлял проект. Двое из них поехали в Китай, они работают, не знаю, как на сегодняшний день, но тогда они работали, жили там. Один молодой человек здесь реализовался, во Владивостоке. А остальные, ну, воспринимали это просто как игру. Вот у вас так же происходит? Ну, сейчас немножко такое время, да, такое вот поколение, которое, даже если им вот так вот даешь и говоришь, вот, вот, на тебе деньги, вот завтра будет реклама, вот тебе заплатят. Вот эта реклама там хорошая, ты, ну, как бы это принесет тебе вот такие-то плоды, да, портфолио ты пополнишь. Блин, я не хочу, у меня маникюр завтра. То есть вот они сейчас вот так, да, могут. Ну, поэтому, конечно, это естественный отбор, поэтому не все становятся моделями. Это нормально. А тогда модель – это кто? Модель, вопреки всем каким-то стереотипам, это ведь не просто, извините, красивая вешалка, которая умеет… Нет, есть модель, а есть победительницы конкурса, это совсем разное. То есть есть конкурсные девочки и есть модели. Это вот разные понятия. Модели, как правило, да, это сухая, высокая, та, которая рекламирует одежду, да, а конкурсы там как бы про добро, про улыбки, про счастье, немножко совсем про другое. Да, но тем не менее победительницы конкурсов, они же зачастую стремятся именно в модельный бизнес. Нет. Нет. У них даже разные параметры идут. Ну, то есть на конкурс девчонка должна быть живая такая более, да? То есть их задачи, они просто пытаются влиться в мир СМИ, можно сказать, в медиа, мир Москвы, да, желательно, я думаю, у всех такие цели. Но не в моделинг вот такой классический. Да, кто-то становится дизайнерами, допустим, да, кто-то продолжает там карьеру, так же там возвращается, продолжает там учиться, да, в модельной школе для того, чтобы стать моделями, да. То есть у всех разное, конечно, но конкурсные все-таки от моделинга немножко, это разные. Поэтому у нас есть агентство и школа, это два разных. Хорошо, вот спасибо за пояснение. И, пожалуй, последний вопрос уже будем заканчивать. Марин, скажи, ты когда шла на тот самый свой конкурс, который стал для тебя в итоге решающим в твоей жизни, мы уже услышали, что это произошло случайно. Причем очень часто, да, истории мы эти слышим, что человек совершенно случайно шел на кастинг проекта танца, и вдруг он победил. Я вообще ехала пообщаться, просто посмотреть, как это выглядит изнутри, ну, то есть, да. Но ты же мечтала, ты наверняка до этого хотела поучаствовать в конкурсе. Нет, никогда не мечтала, никогда не хотела поучаствовать в конкурсе красоты, я всегда была против этого. Я считала, что, ну, выйти, пройтись по сцене, это просто какая-то ерунда. Я, я, у меня, ну, как бы математический склад ума, и вот эта вот вся творческая сфера, это не про меня совсем. Вот у меня всегда другое немножко. Очень красивая девушка стоит сейчас передо мной, просто прекрасно и говорит, у меня математический склад ума, это все не для меня. Вот сейчас стереотип немножко ломается просто в голове. Хорошо, но а почему ты изменила свое мнение после победы, когда ты побывала на конкурсе? Потому что я начала учиться, после конкурса я начала учиться этому, и это действительно сложно, то есть проходить все вот эти курсы, то есть какая-то кажется со стороны там, они ходят и ходят, ну, вот на самом деле это тяжело. Я сейчас готовлю, допустим, на другие конкурсы, да, ко мне обращаются девчонки, там, кто-то на миссис там собирается, допустим, еще кто-то, кто там никогда, да, тоже не занимался, не увлекался, тот раз какой-нибудь конкурс миссис. Миссис – это когда уже есть дети, когда ты в браке, да, то есть это совсем другая история. И я начинаю их учить, они прям смешные, они, вот дети понимают, дети как-то быстро улавливают, для них это все так сложно, так тяжело, и ты понимаешь, что, ну да, действительно, этому нужно учить, и это не просто вот хождение туда-сюда. То есть даже у женщин, которые, в принципе, и не собираются, наверное, в свою жизнь? 45 лет, есть конкурс миссис, также, да, пожалуйста, могут участвовать. С Владивостока, кстати, победила 45-летняя девушка, женщина, да, победила в Москве на конкурсе миссис. То есть это можно в любом возрасте участвовать. Дай свое какое-то напутствие девушкам, которые идут и в твой конкурс, и, возможно, в какой-либо другой. Что самое главное ты хочешь им посоветовать и сказать? Они должны четко понимать, зачем они туда идут. И вот возвращаясь к тому моменту, да, когда мы обсуждали, для чего ты идешь. Не для того, чтобы выйти замуж, ты идешь на конкурс, а для того, чтобы там продвинуться по карьере, да, либо стать, не знаю, популярной. Ну, тоже цель, почему нет? То есть, девочки, если у вас есть конкретная цель, если вы хотите жить в мире медиа и радовать, можно сказать, собой, окружающих, то тогда вы можете приходить на конкурс красоты, да? Это мир красоты, стиля и ярких впечатлений, поэтому, конечно, да. Прекрасный слоган. Ну, на этом мы закончим. Марин, спасибо большое, что пришла. Мы будем следить за конкурсом и обязательно расскажем вам, кто в нем победил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова